Бутник Евгений Владимирович 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 Вот, и потом, как бы у меня параллельно шло все это дело. Ну, а так как это полеты на парашютах, потом на парапланах, они проходили в горах, вот, то сперва мы занимались, прили брусье, вот, ну, потом часть парашютистов перебиралась сюда в Донбай, и так вот это здесь развивалось. Значит, один из старейших, вот, Рамиль Юкупов, я не знаю, вы с ним сегодня познакомились, вот, он был, собственно, зачинателем в Карачаево-Черкесии, вот, парашютно-парапланерной подготовки. Вот, ну, а потом уже в БУГ, так сказать, я немного работал в Пятигорском клубе, замначальника клуба, вот, у Рамиль Юкупова, вот, и потом он меня приобщил уже к Донбаю. Цель этого приезда в Карачаево-Черкесию. Ну, что касается сегодняшнего пребывания в стенах этого учебного заведения, кстати, как я заметил, ректор здесь и все очень хорошо относятся, они купили технику, вот, есть человек, который занимается этим делом, вот, и чтобы уложить, переуложить запасные парашюты, которые, как парапланеристы, у вас уже специалисты есть по полетам. А вот по обслуживанию техники, они, конечно, здесь здорово еще, их надо учить, ну, хотя бы несколько раз. Вот, вот я и приехал с этой целью, что переуложить запасные парашюты, вот, и какой-то такой небольшой опыт этого передать вашим людям здесь. В чем особенность пилотирования парапланом? В этом деле ничего особенного. Ну, в каком плане? Потому что вся наша техника, любая, и даже не техника, вот, она имеет одни и те же принципы управления. Даже, скажем, лошадь, вот, значит, или машина. Значит, здесь тоже движение, вроде бы, абсолютно ничего такого сложного нет. Левую стропу управления потянул, он влево разворачивается, правую, как на машине, вправо. Вот, руки поднимаешь вверх, это когда стропы управления вверх. Это как бы полный газ, а если опускаешь режим рук вниз, это тормоз. Вот, но, но, это все-таки, хоть и сверхлегкая авиация, но она авиация. Вот, и здесь она требует еще многих знаний. Скажем, где-то порядка восьми экзаменов приходится сдавать на аттестацию пилотам. Вот, вплоть до медицины даже есть такой предмет. Чем параплан лучше других легких летательных аппаратов? Если взять остальные сверхлегкие летательные аппараты, вот, ну, опять же, парапланы делятся на моторные, безмоторные, моторные на спинные и паралеты, это на тележках. Вот, каждый из видов имеет свои какие-то преимущества, может быть, какие-то свои недостатки. Вот, ну, в частности, здесь вот секция безмоторных летательных аппаратов, безмоторных. Значит, это первое, то, что относительно, так скажем, незатратный вид занятий. Почему? Если самолет стоит, там, миллионы, вот, то параплан все-таки стоит, там, тысячи. Вот, и, скажем, можно не новой техникой экипироваться, ну, скажем, в районе, там, ну, 50-60 тысяч рублей. Вот, ну, в долларах тоже, соответственно, можно покупать. Вот, это незатратность. Потом, если вся авиация привязана к аэродромам и очень много документов имеет, потому что любой вид авиации, вот, очень много документов, то в парапланах это более просто, более свободно, вот, и более доступно для всех. А потом еще немаловажный фактор, что все самолеты, все разные летательные аппараты, вы, кстати, сидите в каком-то замкнутом пространстве, вот, и вы летите, ну, в какой-то коробке, скажем так, в оболочке. А параплан – это именно тот летательный аппарат, который человек находится в окружении воздуха, вот, и он до того чувствителен, что он каждое движение воздуха чувствует. То есть вы ощущаете полет птицы, что для людей является таким очень заманчивым. С какого возраста можно начинать учиться летать на параплане? Ну, парашютисты сейчас где-нибудь с 16 лет, в основном, бывает раньше, вот. А парапланерное соревнование уже там с 14 лет проводят, то есть, чтобы ему выступать, он практически бывает даже с 12 лет начинает. Вот мой сын начал летать в 9 лет. Трудно ли учиться и сколько по времени это занимает? Ну, вы знаете, освоить технику пилотирования изначально можно, скажем, за 2-3 недели. Вот, в клубе обучения полетом проходит за 15 смен, 15 смен. Вот, но достичь вершин, конечно, и стать профессиональным пилотом, это уже требует годы. И в авиации хочу сказать, что, это не только я могу сказать, а все авиаторы могут сказать, что нет оценки 3. С тройками никто в воздух не допускается. Вот, то, допустим, на все 8 предметов, если вы имеете 1 четверку, это уже довольно много. То есть, знания надо усваивать только на отлично. Насколько опасен этот вид спорта? В человеческой деятельности вообще нет ни одного действия, которое было бы не опасно. Но все в сравнении. Скажем, если сравнить хорошо подготовленного пилота, вот, и он катается, в смысле летает на параплане, то если с горными лыжами или с сноубордами, то приблизительно в 100 раз безопаснее, если хорошо подготовленный пилот. Вот, если сравнить с ездой на машинах, на машинах, на автомашинах, то, я думаю, в тысячу раз безопаснее. Почему? Потому что машин миллионы на дорогах, вот, многие с неисправными машинами, с плохими знаниями, там, с некачественными дорогами связаны. Вот, то в воздухе, скорее всего, вы будете либо один, либо там несколько парапланов. Вот, стало быть, разъехаться, и причем существуют жесткие правила по полетам. Как лететь, что лететь, на каких высотах. Есть ли возможность путешествовать на параплане? Да, конечно, конечно. Дело в том, что параплан сам весит, ну, где-нибудь, да, одиночный параплан, он весит где-нибудь в районе 15 килограмм комплекта. Есть сейчас и более легкие варианты, там, до 10 килограмм. Вот, и прекрасное путешествие, я даже знаю таких людей, которые занимаются этими путешествиями. Причем, и не только они путешествуют. Есть специальные соревнования по бивак-флаю, это проводят их в Европе, в Альпах. Вот, и люди летят там с Альп, летят в Италию, и вот, это маршрут где-то 800 километров. И они одновременно идут как пешком, вот, так и какие-то участки пролетают. Вот, очень интересные соревнования, очень такие, с одной стороны, это такие атлетические люди, которым надо быть хорошо физически подготовленные, а с другой стороны, они должны быть еще как штурмана хорошие, как парапланиристы, вот, очень увлекательные. А еще есть бивак-флай, это когда собираются какие-то отдельные группы людей. Я вот знаю, когда я был в Непале, вот, там были пилоты, которые летели из Индии, вот, столица Далай-Ламы, вот, в Драмсале, они летели до Покхара, это где-то больше тысяч километров. Ну, они летели в несколько приемов, в конце концов все это дело совершили. Сейчас наши, по-моему, российские, тоже собирались лететь, по-моему, с Индии, вот, в Непал, но уже не до Покхары, вот, а в район Эвереста. Вот, очень сложные полеты, вот, ну, не знаю, насколько им это удалось. Вот, по крайней мере, путешествия очень увлекательные. Ну, также такие же путешествия делают, много летают в Южной Америке, вот, бразильцы хорошо летают, ну, и наша Европа тоже.